Всем приветики! С вами снова я и сегодня у меня видео с моими рукодельными покупочками. Для вас у меня три посылки из Китая и два предмета, которые я купила в местном строительном магазине, но для рукоделия. Начну, пожалуй, с тех, которые купила в строительном магазине, потом перейду к посылочкам. Первый у меня идет бесцветный лак. Стоил он, по-моему, около 100 рублей или 100 с небольшим, недорогой. Его я взяла, чтобы покрывать сверху. Еще, правда, не пробовала таким пользоваться, но думаю, что он довольно-таки неплохой. Не знаю, если вы пользовались, то напишите, стоит ли не стоит вообще его открывать. Возможно, его использую в строительных целях. Буду красить доски. Но, если честно, даже не знаю, как он себя поведет, потому что брала для других целей не для того, чтобы красить доски, а для того, чтобы использовать его в рукоделии. Следующим, что я покажу, это идет краска акриловая для окраски стен и потолков. Ее я также брала для рукодельных целей, потому что, если брать обыкновенную акриловую краску в канцелярском магазине, то это намного дороже, и это невыгодно, и тратится она быстро. Эта краска стоила 75 рублей. Тут, по-моему, объем литр или килограмм. Как оно измеряется, я даже не знаю. Но банка, как видите, большая, литровая, как майонезное ведро. Тоже ни разу еще не пользовалась, но смотрела у девочек в обзорах, что многие советуют взять лучше такое, так как намного дешевле и выгоднее. Поэтому решила взять так. Попробую, попользуюсь. Если что, использую в интерьере. В принципе, тоже есть куда применить. Давайте перейдем уже к посылочкам, которые пришли из Китая, потому что мне не терпится показать их вам. Я уже знаю, что там находится. Я их открыла, и поэтому сейчас буду по очереди показывать и рассказывать. Первая посылка, которую я покажу, это кружево. Тут у меня 10 ярдов стоила. Она 47 рублей с копейками. И пришла она мне очень быстро, за 3 недели. Так, вот оно, само кружево. Тут еще внутри какая-то красная штучка. Что там такое? Сейчас посмотрим. Какая-то резиночка непонятного происхождения была еще в посылке. Но да ладно. Видимо, она держала кружево, но порвалась. Так, это уберем в сторону. Покажу саму кружево. Кружево синтетическое. В принципе, я такое уже заказывала, только с другим рисунком. То было помягче, это немножечко пожестче, больше держит форму. Но от этого оно не стало хуже. В принципе, оно мне нравится. Цена у него очень дешевая. Если учесть, что у нас подобное кружево продают 80 рублей за метр, то за 10 ярдов 47 рублей это вообще копейки. Когда я заказывала, там, по-моему, были разные рисунки, цвета. Но, если честно, точно не помню. Если вам интересно, пройдите, посмотрите. Ссылочку оставлю в описании. Следующая посылка, которую хочу вам показать, тут у меня швейные булавочки. Они немножко отличаются от тех, которые продаются здесь. Ну, не знаю, здесь, возможно, тоже такие булавки есть, но у нас я не видела. Сама иголка у них длиннее, она тоньше, мне кажется. Ну, может быть, и такая же. Но что удобно, то, что шляпка у нее плоская и можно сшить на швейной машинке, не снимая булавки, что очень удобно, конечно же. Коробочки у меня 100 штук и стоили они 83 рубля почти, ну, чуть меньше. Очень удобно хранить. Единственное, что плохо, шло оно очень долго, где-то полтора-два месяца, точно уже не помню, но не быстро. Я уже даже успевала открыть спор, чтобы мне вернули деньги. Но товар пришел, поэтому все в порядке. Последняя посылка, которую я хочу вам показать, она у меня идет тоже для швейных дел. Тут у меня должна быть лапка магнитная. Так как я очень люблю пэтчворк, там, как правило, нужны, чтобы были ровные края, как бы прошивать все одинаково. Поэтому приходится делать все аккуратно и это замедляет процесс выполнения работ. И чтобы ускорить производительность свою, я решила купить такую лапку. Она примагничивается к швейной машинке и тем самым у вас идет ткань и будет ровный бок. То есть определенное количество сантиметров сбоку. Так объяснять я, конечно, не умею, но если вам интересно, посмотрите мои последующие видео. Если эта лапка хорошая, я ее применю и покажу, как она работает на деле. Сейчас я попробую примагнитить куда-либо. Только что сходила к швейной машинке, попробовала примагнитить. И что я вам хочу сказать, магнитит она очень сильно. Сдвинуть ее очень сложно руками, а тканью это вообще нереально. Потому что я ее еле отодрала обратно, чтобы принести и показать вам. Снизу очень сильный магнит стоила она всего лишь 30 рублей с копейками. Это очень дешево и пришла она мне быстро, где-то за 2 недели. Поэтому классная вещь. Я думаю, она мне пригодится. Надеюсь, не зря я ее заказала. На этом у меня все. Если вам понравилось со мной, то поставьте пальчики вверх, подпишитесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok